Девушки отдыхают 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 на это место, он получит ожидаемое от Тебя, Божий. Действуй в силе и в могуществе Своем, Божий. Прикасайся к людям, исцеляй их тела, исцеляй их сердца, исцеляй, Господи, их разумение. Вдохновляй их, Божий, поднимай их, чтобы люди еще больше видели Твое действие в своей жизни и еще больше благодарили Тебя. Благодарю Тебя за то, что Ты, Господи, приводишь новых людей, что Ты, Господи, действуешь силой своей в нашем собрании, Божий. Благодарю Тебя за каждого человека, выражаю особенную благодарность за каждого брата и сестру. Спасибо Тебе за то, что имею честь служить с ними. Благодарю Тебя, благодарю, 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 благодарю и славлю. Давайте, воздайте Ему полу, воздайте Ему хорошую полу, он достойный, Он достойный, Ихо, давайте споем. Достоин только Ты, Достоин Ты один, Иисус, Честь и хвалы, Достоин только Ты, Достоин Ты один, Иисус, Честь и хвалы, Достоин только Ты, Достоин Ты один, Аллилуйя! 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 Да, Господь! Благодарим Тебя! Славим Тебя! Аллилуйя! Поприветствуй кого-то рядом с собой, скажи ему доброе пожелание и присаживайтесь в любви Божией. Давайте дадим аплодисменты нашей группе прославления. Спасибо им за эту чудесную хвалу и поклонение, в котором мы можем пребывать. Я еще раз вас приветствую, братья и сестры. На этом месте радостно видеть, когда собрание, оно полное, когда множество людей приходят в Дом Божий. И прославляют Христа. И, знаете, немного печально и горестно видеть, когда в Доме Божьем пустые места, когда люди не отдают должную честь и должное поклонение Богу. Ведь Господь сказал, чтобы мы отделяли седьмой день для того, чтобы светить Ему. Это заповедь, которая в веках. И что бы то ни случилось, и как бы тяжело ни было, правильно находиться в воскресный день в Доме Отца. Повернись по этому соседу и скажи, ты сегодня на правильном месте. Послушайте, если человек... Послушайте, хочу сказать, передать вам откровение свое сегодня. Послушайте меня, послушайте меня внимательно. Хочу передать вам откровение свое сегодня, которым живу, которое действует в моей жизни. Если ты в седьмой день не приходишь в Дом Отца, ты не доверяешь Богу. Ты говоришь, что в течение шести дней Он ничего не может сделать в твоей жизни. И поэтому тебе нужен седьмой день для того, чтобы что-то исправить. Друзья мои, Бог шесть дней трудится в твоей жизни, пытаясь ее изменить. И знаешь, кто самая главная его помеха, чтобы изменить твою жизнь? Ты думаешь, дьявол? Дьявол удивляется, глядя на тебя, как ты мешаешь Богу. Он в блокноте записывает все ходы, которые ты делаешь, чтобы потом их применять. Послушай, не мешай Господу менять твою жизнь. И она изменится, она расцветет. Шесть, седьмой день прям себе на сердце выгравить, гравировку сделай. Что седьмой день я в церкви, чтобы не случилось. Столько свидетельств слышал, когда люди, ничего не получалось, но находились на собрании, Бог менял их жизнь, менял их обстоятельства, менял их дела, менял их бизнесы, все менял. Потому что седьмой день надо, что бы то ни стало, отдать Господу. И я благодарю Господа за каждого из вас, потому что вы сегодня здесь на этом собрании. Это так здорово. Давайте сами себе поаплодируйте. Аллилуйя. Знаете, этот месяц был удивительным тем, что мы 21 день в посте, в единстве стояли перед Господом. Каждый вечер приходили сюда, и было удивительно видеть людей, людей, которые не уставали, которые даже потом подходили и говорят, а может быть продолжим. У меня столько веры не было, как у них, поэтому мы не продолжили. Но действительно, когда ты приходишь, Бог что-то делает с твоим сердцем, ты понимаешь семейственность, ты понимаешь единство церкви. Это было так здорово видеть вас приходящими сюда. Я хочу поблагодарить каждого из вас, даже тех, кто хотел прийти, но остался дома. Вы молодцы. Вы молодцы. Вы даже проявили это. Если вы хотя бы проявили желание, но не смогли довести его до конца, это уже славно, слава Богу. А если бы вы постились, и последние три дня вместе с Максимом, не допостившись, съели бекон, хотел бы потом подойти и спросить, куда он все это делал. Может быть, потом камера погасла, и они встали там. Ну, я думаю, что нет, конечно, они в единстве. Но классно, что ты показал это в последний день поста. И я понял, что мясо вкусно, наверное, сегодня мы после собрания это попробуем. А кто-то уже говорил, что мы так и останемся, вот на овощах. Сомневаюсь, конечно, но пусть идея будет хорошей. Поэтому спасибо всем большое, кто пребывал в единстве, в посте. Сегодня заключительный день, сегодня мы молимся за бизнесменов. Давайте коротко помолимся за тех людей, которые занимаются бизнесом. Чтобы они богатели не только в себя, а в Царство Божие прежде всего. И чтобы Бог научал их руки приобретать богатство. Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя за людей, которые занимаются бизнесом. Которые, Господи, могут сегодня приобретать богатство. Пусть они имеют понимание о том, что это богатство Ты им даешь для того, чтобы они направляли его в Царство Божие. Мы молимся и просим для них благословения, особенного помазания. Для того, чтобы они были мудрые, мудрые для приобретения богатств. И были щедрые для того, чтобы направлять их на развитие Царствия Твоего. Благослови их во имя Иисуса. Аминь. Еще в этом месяце я ездил в разные города, два города посетил. Последний город был у нашего драгоценного епископа Николая Игоревича Залуцкого. Мы были с супругой, там проповедовали, общались с ним. Он передал нам огромный привет. И как я обещал, в мае он будет у нас здесь, будет служить нам. Слава Господу. И везде, где я ездил, я всегда говорю о том, что церковь Ковчег в городе Сочи – самая лучшая церковь. Ну, конечно, я пастору так не сказал впрямую. Я говорил, что у них хорошая церковь. Но его помощникам сказал, что наша лучшая. Но это на самом деле наша лучшая. Ну, куда деваться. У нас классная церковь, у нас красные люди. У меня супруга всегда, она говорит такие слова, она говорит, ну, вот куда не приедем, вот смотрю на людей, наши все равно красивее. Я говорю, сто процентов, только на нас с тобой посмотри уже, поймешь это. Так что наши, наши из Сочи все равно красивее, друзья. Аллилуйя, слава Господу. Аминь. И я сегодня подведу заключение. Слову на год. Мы уже две проповеди послушали о том, что нам Господь дал на 2020 год. И сегодня буду говорить последнюю проповедь. И потом, в следующий раз, когда я начну проповедовать, у меня в сердце родилась целая проповедь. Вот целая серия проповедей, как быть плодоносными. Я начну ее. Это, наверное, будет серия из пяти-шести проповедей. Прям вот хочу ее уже проповедовать. Горит сердце уже где-то. И говорил это слово. Если вы смотрите те церкви, которые выставляют, где я проповедую, то там вы уже какие-то вещи услышите. А сегодня я хотел бы заключительную проповедь сказать на тему видения на 2020 год. И в прошлый раз я уже говорил некоторые вещи. Я хочу напомнить, я сказал, что мы с вами крещены в одно тело. То есть крещение, оно всегда сопряжено со смертью, друзья. Ты должен умереть в своем для того, чтобы присоединиться к этому телу. И я сказал, по аналогии мышечной массы или мышечных тканей, мы должны с вами иметь возбудимость, отзывчивость на то, что происходит в церкви. Если ты будешь невнимателен к тому, что происходит в церкви, не будешь иметь вот этот отзыв в сердце своем, ты не будешь тогда в единстве с телом. И мы говорили, что кроме отзыва в следующей стадии мы должны иметь сократимость, быть действенными в церкви. Не только возбудиться, но еще что-то сделать для того, чтобы церковь развивалась, чтобы церковь была богаче. Мы также должны иметь проводимость, как мышечные ткани. Это значит проводить в виде неучения церкви. Потому что сегодня так все устроено, что много информации, каждый выбирает себе то, что ему нравится. Сегодня даже в одной церкви люди на одних и тех же домашних группах проповедуют то, что им нравится. Я понимаю, что у вас есть, и у меня тоже есть какая-то увлеченность, может быть, или что-то вам больше нравится. Но есть в церкви учения, и есть в церкви направления, которые нам нужно поддерживать и проводить дальше. Мы должны иметь проводимость, мы не должны только на себе останавливаться, мы должны возбуждать других людей. И также я сказал, для того, чтобы церковь была здоровой и эффективной в достижении Божьего дела, нам нужно единство. Я сказал, что единство мы можем построить, только понимая друг друга, развивая понимание друг к другу, живя одним видением. Все склоняется к этому, все равно приходит, чтобы жить одним видением. Если семья не живет одним видением, там будет раздрайв. Если церковь не живет одним видением, там тоже ничего хорошего не добьешься. Мы должны жить одним видением, одними цели, для церкви я имею в виду. Мы должны научиться жертвовать своим ради общего. И также мы должны иметь неотступность в Божьем деле. Должны делать до конца, идти до конца, друзья мои. И сегодня мы поговорим на тему «Разные, но нужные». Сегодняшняя проповедь называется «Разные, но нужные». И давайте откроем Священное Писание. 1 Коринфянам, 12 глава, с 14 по 25 стих. Давайте прочтем. Павел пишет. «Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждой составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не сможет глаз сказать руке, ты мне не надобна. Или так же голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем по печенье. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее по печенье. Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Друзья мои, церковь не состоит из одинаковых людей. Мы все разные. Каждый из нас со своими взглядами на жизнь, со своим вкусом на жизнь, со своим восприятием. Мы по-разному смотрим на вещи. И большой ошибкой будет, когда мы начнем равнять людей под одну гребенку. Слово говорит, что если все станут одним членом, то не будет уже тела. Представьте себе, вы идете по улице, и вдруг вам навстречу идет одно огромное ухо. Но это уже абсурд, оно ходить не может, у уха нет ног. Или один большой глаз катится вам навстречу. Друзья, я бы не хотел иметь такое тело. Это какое-то уродство. Это не тело. Мы видим, что тело Христа, оно составляемо из разнообразных членов. Из разнообразных даров, друзья. Мы разные, но каждый из нас ценен в теле Христовом. И знаешь, тело Христово именно ценно разностью нашей. Многофункциональностью. Потому что в теле есть разные дары. Каждый делает свое дело. Поэтому тело многофункционально. Оно способно ходить, оно способно носить, оно способно видеть, оно способно слышать, оно способно иметь обаяние. Любой строитель вам может сказать, что гораздо легче класть складку с квадратных камней или кирпичей, которые идеально подходят друг под друга. Они отформованы, они квадратненькие, они одинакового размера. И нет ничего проще хлопать их друг на друга. И получается ровненькая, хорошая стена, кладка. Гораздо сложнее кладку делать из природных камней. Но она выглядит красивее и естественнее и живой. Но нуждается в особом труде, в огромных энергозатратах. Потому что надо взять каждый камень, приложить его друг к другу, найти стороны соприкосновения. И не каждый камень еще подойдет друг к другу. Надо взять другой камень и опять его попытаться приложить друг к другу. И то есть это намного больше труда требует, чем просто взял квадратные камни или кирпичи и клади их друг на друга. И вот мы когда смотрим обращение Бога к Моисею в Исходе, Бог говорит ему такие слова. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных. Ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их. Бог говорит, жертвенник, на котором ты будешь приносить мне жертву, строй из тех камней, которые я, как Господь, создал по своему плану. Бог создал все по своему плану. И Он вложил во все свои особенности, свою индивидуальность, идентичность. И когда ты берешь тесло и начинаешь стесывать камень, пытаясь сделать его квадратным для того, чтобы легче было класть, ты тем самым теслом оскверняешь эти камни, уничтожая особенность Божья, которая была вложена в эти камни. Мы с вами, как камни живые, устрояем дом духовный. И каждому из нас Бог дал особенный дар, особенную принадлежность, особенную индивидуальность. И, конечно, бы проще было в церкви всех отточить и подточить под одно, чтобы все были с квадратным таким мышлением, и строить из них церковь. Но тогда церковь потеряет особенность Божью. Тогда осквернение придет в церковь, потому что если мы наложим тесло и станем уничтожать индивидуальность, которую вложил Бог в каждого из нас, то мы оскверним тем самым тело Христова, пытаясь сделать один член из этого тела. Да, конечно, я понимаю, может быть, вам нравится, когда проповедуют люди более сдержанно. Меньше бегают по сцене, меньше машут руками, не кричат. Но, знаете, вот я другой. Я другой. Хотя иногда иду к кафедре и думаю, сегодня буду свято проповедовать. Сегодня шаг влево, шаг вправо и не дальше. Сегодня не буду кричать, не буду рычать, но что-то вдруг внутри меня происходит, и я не знаю, как я опять начинаю проповедовать так, как я проповедовал. Хотя об этом узнаю уже потом, когда имею обратную связь от своей жены. И думаю, ну как это получилось? Вроде бы хотел угодить ей даже хотя бы, чтобы спокойно, размеренно, грамотно, не коверкая слова. Но вдруг что-то вот там где-то внутри щелк, и пошло-поехало. Друзья, я понимаю, что у вас есть любимые проповедники, но не надо меня сравнивать с ними. Но не надо делать мышление своей жены подобно твоему мышлению. Или наоборот, мы разные, разные. Мы должны научиться жить этой разностью вместе, должны научиться дополнять друг друга этой разностью, а не соревноваться друг с другом этой разностью. И знаете, на этом пути, чтобы научиться любить разность друг друга, мы должны развить в себе нужду друг в друге. Если вот не будет вот этой нужды, если не будет такого понимания, такого отношения, что то, что есть у меня, или того, что нет у меня, но есть у тебя, я должен любить это, потому что это обогащает меня. Да, может быть, я, являясь рукой, могу хватать, могу поднимать, могу брать, могу отдавать, я, может быть, как рука, больше могу других членов в теле, намного больше и намного эффективнее действую, но я не все могу. Я не могу иметь обоняние, я не могу, как рука, иметь слух, я не могу, как рука, иметь уста, поэтому мне нужен нос, мне нужны глаза, мне нужно ухо для того, чтобы слышать, видеть, иметь обоняние. Да, может быть, на руках и можно ходить, есть такие виртуозы, которые на руках ходят, но знаете, на руках далеко не уйдешь, или скажу так, не дальше, чем на ногах, на руках так быстро не пойдешь, как на ногах, поэтому и нужны ноги, потому что у рук другая функция и другая способность. И мне нужны сегодня люди, которые могут делать что-то лучше, чем я. Я могу петь, но слава Богу, что я не стою в прославлении. У меня жена тоже хочет петь. Я говорю, давай, может быть, выйдешь, ты жена пастора, споешь. Она говорит, тогда, наверное, Женя больше не будет петь. Мы можем что-то делать, но есть те, которые делают это гораздо лучше, потому что Бог дал им эти способности. И мне не надо ревновать о том, что кто-то в церкви лучше молится, чем пастор. Слава Богу за этих людей. Я дорожу этими людьми, и я благодарю Господа, что Бог поставил. А можно сказать, как это он лучше меня молится? Лучший пастору здесь никто не должен молиться. Вы знаете об этом? Лучший пастору никто петь не должен. Лучший пастору никто ничего не должен делать. Я же пастор. И некоторые так и делают. Они убирают от себя людей более способные, чем они. Видя в них угрозу, видя в них конкуренцию. Разность им мешает развиваться, мешает жить, потому что он начинает ревновать. Свою позицию. Это, ему кажется, умаляет его достоинство. И многие пастора, они терпят крах, потому что они удаляют от себя сильных людей, видя в них конкурентов. А наоборот, сильные люди тебя развивают. Рядом с тобой сильные люди тебя развивают. Не удаляй этих людей. Тянись за этими людьми. Благодари Господу, что Бог тебя поместил в такую ситуацию, где рядом с тобой намного сильнее, чем ты. Это лучше, чем слабыми. А если ты оказался со слабыми, то тоже не кичись этой ситуации. А наоборот, приложи все усилия, чтобы эти слабые стали, как ты, сильными. А не гордись. Бог сделал нас разными. Но в этой разности и есть наша сила, друзья. Давайте позволим Богу развивать тело в нашей разности. Мы разные, но нужны друг другу. И нам нужно развивать в себе вот эту нужность, чтобы каждый раз ты говорил себе «Мне нужны мои братья». Так же и в семье. Мне нужна моя жена. Сегодня дьявол делает так, чтобы женщинам не нужен муж. К сожалению. Сегодня женщинам нужен муж на час. Такая профессия появилась. Муж на час. Пришел, дела домашние поделал. Давай, до свидания. Чего мне смиряться под тебя? Носки твои. Знаете, сегодня я говорю так всегда. Женщине нужна форточка. Форточка нужна. И первый этаж. Чтобы муж пришел, внизу в форточку деньги закинул и ушел. Дальше добывать. А зачем терпеть разность? Зачем смиряться? Проще же одной. Разве нет? Да, и ребенка для себя сегодня рожают. Даже не для ребенка, а для себя. Рожу для себя ребенка. И потом воспитывают для себя. Квадратного ребенка. А потом он вырастает, а он же для нее. И когда другая женщина появляется в его жизни, а он для нее. Как его делить? Если я его родила для себя. И пошло в поколениях проблема. Почему? А потому что не могли терпеть разность друг друга. Трудно терпеть разность друг друга. Трудно в церкви, трудно в семье, трудно в любом обществе. И человек сегодня, он уединяется. Ему одному проще. Сегодня люди не стараются дружить друг с другом. Сегодня люди не стараются объединяться в компании. Потому что там нужно смиряться. Там нужно разность терпеть. Сегодня люди ищут по подобию своему. Или тех, которые могут терпеть их разность. Вот когда вы мою разность терпите, это другое дело. А я вашу разность не обязан терпеть. И дьявол, используя нашу разность, разъединяет нас, друзья. Разъединяет и делает слабыми. Но Бог, Он действует по-другому. Он нашей разностью обогащает нас. Соединяет нас, как церковь. Делает столпом. Делает утверждением истины. И тогда врата ада нас не одолевают. Аллилуйя! Вот как действует Господь. И наша проблема с вами заключается в том, что когда мы чувствуем важность. Вот человек, когда приходит в церковь, он еще не чувствует свою важность. Он еще присматривается. Он хочет, чтобы его все уважали. Он хочет всем угодить. Но потом вдруг он начинает потихоньку возрастать. Возрастать духовно. Он уже начинает отделять песни прославления от песни поклонения. Раньше все для него было одинаково. Концерт. Потом он вдруг понимает, что быстрые это прославления, медленные это поклонения. Он понимает, что когда звучит четвертая песня медленная, надо из зала выходить, то будут пожертвования. То есть он уже так вот разбираться начал. Он уже потом выше, потом ступень выше пошла. Потом он начал уже разбираться в духе или не в духе. Он уже стал понимать, сегодня прославление не в духе. Почему? Ну, потому что вот раньше они вот в духе, сегодня не в духе. Потом он начал разбираться в проповедях. Раньше все подряд. Ему нравилось все. Все подряд слышал, все подряд ему заходило, откровение получал налево-направо. Потом он говорит, ну, что-то пастор сегодня не в духе. Пойдут и диджейксы посмотрю. Там в духе. Понимаете, вот так вот возрастает. И вот эта взрослость, она делает с человеком следующую проблему. Он начинает себя отделять от церкви. Он начинает становиться особенным в своем сердце. Взрослым. А Библия говорит, Павел говорит, если ты почувствовал себя более взрослым, ты должен взять попечение, а менее взрослым. А люди вместо того, чтобы взять попечение, начинают отделять себя. Отделять. Говорят, мне это уже неинтересно. Я уже вырос из этого. Я сегодня смотрю людей, которые в ютубах, они раньше были пасторами в церквях, что-то делали в церквях. А сегодня они вышли из церквей. И вышли не всегда лучшим способом. Вышли обидевшись, по скандалям. Сегодня они ведут свои программы в ютубе, потому что славу надо переживать человеческую. Им нужны поклонники, они питаются этим. И они говорят такие слова. Вот часто слышу. Я уже перерос в систему. Понимаете, я вот настолько духовно вырос, что я уже не могу находиться в системе. Я сегодня свободный. Зачем мне вот эта система, там пожертвование, подчинение. Я уже вне этого. Я сегодня свободный. Я могу зайти в католическую церковь, в православную церковь. Я такой блуждающий член. Не прилепленный. Видели, такой блуждающий. Завтра просыпаешься, а у тебя еще один нос на теле твоем. Ты откуда? Он говорит, я такой свободный. Я куда хочу, туда хожу. Вчера у Эдика, у Эдуарда побыл, а потом у Олега Анатольевича, потом вот у Геннадия Валерьевича побыл. А сегодня к тебе пришел. Ты удивишься. Скажешь, чур тебя, чур, не нужно мне этого. Знаете, а у нас такие блуждающие члены появились. Они блуждают от одного тела к другому в свободе. А Библия говорит, если ты стал такой зрелый, ты должен взять на себя попечение о боли, о менее зрелых. Ты должен заботиться о них. Потому что Бог говорит, вернее, Павел говорит, что Бог соизмерил тело. Соизмерил. Знаете, что слово соизмерил обозначает? Сказано, что Бог перемешал нас в теле. Перемешал нас в теле, как Ему угодно. И знаете, что Бог хочет? Чтобы Бог вот, это понимание, оно звучит так, что Бог взял ингредиенты, перемешал их между собой для того, чтобы получить продукт, который Ему нужно. Вот когда вы печете какой-то кулинарный продукт, вы определенные ингредиенты используете для того, чтобы получилось что-то. Ну, кто печет, тот знает. И вот Бог, когда тело составлял, ковчег, Он взял определенные ингредиенты, разные нас, и совместил в этом теле. И знаешь, для того, чтобы получился продукт, который угоден Богу, ингредиенты должны перемешаться между собой. Если они не перемешаются между собой, то ты будешь в торте, ну, кушать как-то по отдельности, вот это, вот это, и ощущать, сейчас, один вдвоем кушает, один говорит, я малину кушаю, другой говорит, а я вот ваниль, а я сахар. Почему? Потому что ингредиенты не перемешались между собой, и не получилась нужная консистенция. Понимаете, о чем я говорю? Вот Бог так же нас разных собрал в одном теле и хочет, чтобы мы перемешались между собой. И перемешаться между собой мы можем только тогда, когда служим друг другу, потому что в служении друг другу и происходит наибольшее соприкосновение друг с другом. Но когда мы смотрим в природу, мы видим, что жидкости с разной плотностью не перемешиваются между собой. Вы никогда не перемешаете масло и воду? Оно не перемешивается. Знаете, почему? Плотность разная. И вот люди с разным удельным весом, которые чувствуют себя выше других, они не перемешиваются с менее неугодными или менее духовными. Они не перемешиваются. И не получается единства. И поэтому Бог, зная об этом, говорит своим ученикам следующие слова. Матвея 20-25. Он говорит, Иисус же, подозвав их, после того, как ученики стали спорить, кто из них больший, кто из них сядет по правую руку, кто займет большую позицию, Иисус, увидев это все, подозвал их и сказал, вы знаете, что князья народов господствуют над ними и вельможи властвуют ими, но между вами, между нами, скажи, между нами, да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Христос, друзья, не только сказал эти слова, Он еще и делом явил это. Потому что у нас, у людей, так повелось, что наши дела расходятся с нашими словами. Сегодня говорить слова стало просто. Сегодня есть площадки, где можно говорить эти слова. И люди сегодня говорят, говорят, говорят и говорят. Сегодня все учат. Все учат. Женщина, имеющая пять разводов, учит, как надо правильно выйти замуж. Я понимаю, у нее опыт большой, выхода замуж, но у нее нет никакого опыта, как сохранить семью. Понимаете, сегодня все учат, потому что все сегодня хотят говорить, все сегодня хотят учить, все хотят сделать так, чтобы их слушали, но не так, чтобы на них смотрели. Сегодня наши слова расходятся с нашим делом. Наши слова сегодня намного выглядят лучше, чем наши дела. Но Иисус, сказав эти слова, Он подтвердил их делом. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 13 глава. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире до конца, возлюбил их. И во время вечера, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде, Симону и Скариоту, предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, и, взяв полотенце, перепоясался. Потом влил воды в умывальницу, и начал умывать ноги ученикам, и оттирать полотенцем, которым был перепоясан. Друзья, без любви друг к другу быть слугой невозможно. Писание говорит, прежде чем сделать то, что Иисус сказал, чтобы быть рабом всем и слугою, Иисус до конца возлюбил своих учеников. То есть там на вечере Он принял решение, имея свободную волю, умереть за все человечество, и в том числе за своих учеников. Решение, которое потом подтвердилось в Гефсиманском саду. Имея свободную волю, Бог не обязан был идти на крест. Он не должен был идти на крест. Мы с вами должны были пойти на крест. Но Иисус из-за любви, не из-за чувства долга сделал это, а из-за того, что возлюбил до конца каждого из нас, Он пошел на крест. Сегодня мне доказывать то, что меня Бог любит, не надо, потому что я смотрю на крест, и это является самым сильным свидетельством того, что Бог меня любит. Сегодня ты говоришь, что любишь церковь, сегодня ты говоришь, что ты любишь меня, но ради меня не можешь умереть, не то что в теле своем, в своем эгоизме. Не можешь оставить свои дела и сделать мои дела? Слова. Все это слова. Если ты говоришь, что я люблю тебя, но не можешь поступиться своим ради моего. Если мы говорим, что мы любим друг друга в церкви, мы должны с легкостью поступиться своим ради того, кого мы любим. Так поступил Иисус. И дальше мы видим, что Иисус делом явил, Он встал, сказано, взял воду, влил в умывальнице, омыл ноги, полотенцем оттер. Знаешь, сегодня наши... Да, давайте попрощаемся, а то уже мне там фонарями машут, как на железной дороге. Я разошелся. Дорогие зрители, мы прощаемся с вами. Пусть Господь благословит вас. Слава Господу. Будьте с нами. Смотрите нас в наших сетях. Не тех, которые мы закидываем в море, а тех, которые мы закидываем в интернет. Аллилуйя. Давайте еще раз поблагодарим наш изруизнитель. Спасибо.